В Бобруське В Бобруське Торжественно регистрировать тысячного бобручанина инициатива работников городского ЗАГСа. Процедура уже стала доброй традицией. На этот раз обладателем почетного звания стал первенец в семье Гринфельд. Богатыря назвали Ильей. Новость о том, что их ребенок юбилейный в городе была для обоих родителей неожиданностью. Об этом узнал глава семьи, придя в ЗАГС подавать документы на регистрацию. У Елены и Евгения это первый и очень желанный малыш. Молодая пара поженилась в прошлом году и с рождением ребенка решила не затягивать. Илья Гринфельд появился на свет в Бобруйском роддоме 22 октября и сразу оказался в эпицентре внимания. Вот и сегодня новорожденный с удовольствием позировал перед фото и видеокамерами. Я вручаю вам свидетельство о рождении с поздравлением от председателя Бобруйского городского исполнительного комитета Андрея Викторовича Коваленко. Обычно все говорят, что надо стать на ноги, тяжело ребенка воспитать. Мне лично, мое мнение, мне это не тяжело. Я этого не боюсь. Всегда хотел сына. Было много цветов и подарков. Поздравить семью пришли представители общественных объединений и коллеги по работе. Государство, конечно, уделяет огромное внимание. И пособие на рождение, и пособие до трех лет. Далеко не каждая страна может гордиться сейчас этим, особенно в этих условиях. Всего в Бобруйске в текущем году родилось без малого 2000 малышей. Мальчиков и девочек примерно равное количество. Бобручане чаще всего называют своих детей именами Артем и Дарья. Городские власти всячески способствуют повышению рождаемости. Напомним, семья, в которой родится 220-тысячный житель Бобруйска, получит новую квартиру. Анастасия Хурсан, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. До трагедии дом на улице Профсоюзов милиция осматривала 19 раз. Напомним, в результате пожара здесь погиб человек. Всего жертвами огня с начала года стали 8 бобручан. Дом на Профсоюзов использовали как пункт для сбора вторичных ресурсов. Выяснилось, что здесь была и спиртовая точка. Жители соседних домов не раз обращались за помощью к участковому, опасаясь пожара, который мог распространиться и на их дома. Кошерную муку изготовят на филиале Бобруйского предприятия. Израиль заказал 130 тонн муки у комбината хлебопродуктов. Для выпуска кошерной муки на предприятии вынуждены остановить производство. Ведь обычная мука производится с использованием воды, а кошерная должна быть без влаги. Затем проведут молебен. Все затраты по остановке производства взяла на себя сторона заказчика. В Бобруйске прошел областной турнир КВН. Юные спасатели шутят среди городских отделений Белорусской молодежной организации спасателей пожарных. Всего 4 команды из Бобруйска и районов Осиповического, Глузского и Кировского. Бобруйская команда стала победителем и представит наш город в финале турнира в декабре в Могилеве. Уже к концу этого года появится очертание будущего молодежного парка. Работы по строительству зависят от финансирования. На сегодня уже завезен грунт и укладывается плитка. Парк будет состоять из зоны активного и пассивного отдыха. На месте пассивной зоны до конца декабря появятся объекты. Бассейн, ротонда, альпийская горка, площадка для пикников и велосипедные дорожки. Легко ли признать себя тунеядцем? В Белоруссии 103 человека уведомили налоговую инспекцию о том, что нигде официально не работают и готовы заплатить так называемый налог на тунеядство. В Бобруйске пока только один человек признал себя тунеядцем, за что получил скидку в 10%. Добровольно признала, что она не участвует в финансировании государственных расходов и уплатила сбор в размере 3 миллионов 240 тысяч рублей. Скорее всего, многие надеются еще трудоустроиться, но до конца года осталось чуть менее двух месяцев, а проработать необходимо как минимум 183 дня в году. Ходить по квартирам и искать тунеядцев никто не собирается. В 2016 году будет создана специальная база данных, из которой можно будет узнать, кто работает, а кто нет. Для этого постановлением Совета министров определен механизм взаимодействия государственных органов и организаций, кто, когда и кому будет подавать сведения. Будет на республиканском уровне формироваться база данных о лицах, не участвующих в финансировании государственных расходов. Таким образом, принцип «заплати налоги из ПИС спокойно» сработает на все 100. Проигнорировать налог не получится. В случае его неуплаты придется заплатить штраф, которые от уплаты налога не избавляют ровно, как и от административной ответственности в виде общественно полезных работ. Виталий Гаврусев, Иван Боровой. Сегодня в Бобруйске. Уроки в школе, факультативы и домашняя работа над собой. В аттестате за 9 классов только одна восьмерка, остальные девятки и десятки. По-русскому десятка, но чего-то не хватило. И десятиклассница Валерия Венглевская вернулась с Олимпиады союзного государства по русскому языку с дипломом второй степени. «Считаю, что для первого раза это вполне себе неплохо. Но я думаю, если бы я заранее знала, что я попаду на эту Олимпиаду, я бы готовилась более основательно». Несколько отборочных этапов и финал Олимпиады «Россия-Беларусь. Историческая духовная общность в Гомеле». Более 200 участников. Галина Кулачук готовила и поддерживала свою ученицу на всех этапах Олимпиады. Это не первый ее олимпийский воспитанник. «Способности, желания, мотивация. Но самое главное все-таки трудолюбие. Очень большое трудолюбие. А еще смелость. Жизнь, судьба не любят боязливых. Нужно не бояться рисковать». Девушка восхищаются ее одноклассники. «Много знает и много чего делает. Даже если, допустим, ей какой-то предмет не нужно, она все равно его будет знать хорошо». «Хочется послушать музыку, пообщаться с друзьями, но в сутках только 24 часа». «Между хобби и учебой я обычно выбираю учебу, так как именно учеба определит мое будущее. Уж лучше иметь любимую профессию, чем вынужденную». Второе место на Союзной Олимпиаде – это только заявка на победу. Следующий этап – студенческий билет педвуза. Главная победа – диплом преподавателя русского языка и литературы. Такое расписание на ближайшие 7 лет составила Валерия Венглевская. Елена Садовская, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске.